Добрый вечер! Вы смотрите программу «Всегда на связи», программу, в которой наши гости отвечают на ваши вопросы. В студии для вас работает Ольга Хохлова. И сегодня, в ближайшие 25 минут, мы будем говорить о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кто может претендовать на скидки, как они рассчитываются, какие документы нужно принести, чтобы платить меньше. Все эти вопросы мы обсудим вместе с гостем. Рядом со мной сегодня заместитель руководителя Главного управления социальной защиты населения Красноярска Татьяна Ефимович. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем разговор, я добавлю, что к нашему разговору традиционно могут присоединиться все желающие. Если у вас есть вопросы по льготам на ЖКХ, звоните и спрашивайте. Телефон прямого эфира тот же 261-62-63. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире и можем прямо сейчас ответить на все ваши вопросы. Татьяна Викторовна, первый вопрос к вам. Какие льготы для красноярцев существуют в части оплаты жилищно-коммунальных услуг? На территории города Красноярска действует закон Красноярского края о социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг. Согласно этому закону, выделяются категории граждан, которым предоставляются льготы на оплату. А также выплачиваются субсидии семьям, которые являются малоимущими на сегодняшний момент. Какие категории относятся к льготным? Это прежде всего самая многочисленная наша категория. Это ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда Красноярского края, труженики тыла, инвалиды с любой группой инвалидности, в том числе семьи, имеющие детей инвалидов. Это инвалиды-ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС. Это вот основная категория. Причем я хочу сразу отметить, что льготы в нашем городе получают примерно 240 тысяч граждан. То есть это пятая часть всего населения города. Татьяна Викторовна, у нас сразу есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. У меня вот вопрос. Вот у нас управляющая компания «Новый Вектор». У нас до сих пор за марта нет квитанции. И ТДК не оплачивают. А у нас все получается две строки. И у нас все долг. Спасибо большое. Я, насколько понимаю, вопрос немножечко не по теме, правильно? Не по теме нашего разговора. К сожалению, наш гость на ваш вопрос ответить не сможет. Я думаю, что вам нужно обращаться либо в свою управляющую компанию, есть независимая организация, которая называется «Народный контроль ЖКХ». Попробуйте обратиться туда. А мы продолжаем наш разговор. Вот эти льготы, они для всех разные, для всех категорий граждан? И о каких суммах речь идет? Суммы зависят от той квартплаты, которая выставляется человеку ежемесячно. Ветеранам, например, труда Российской Федерации, труженикам тыла, им оплачивается 50% жилищных и 50% коммунальных услуг, но в пределах нормы социального жилья. А это 22 квадрата на человека, который проживает в составе семьи, и 33 квадрата на человека, который является одинокопроживающим. Далее у реабилитированных лиц, например, им также выплачивается 50% оплаты ЖКУ, также на социальную норму жилья. Но у реабилитированных лиц эта льгота распространяется, например, на всех членов семьи. У инвалидов другая ситуация. У них оплачивается жилищная услуга в размере 50% только в том случае, если инвалиды проживают в государственном или муниципальном жилье. Если они являются собственниками помещений, по жилищной услуге льготы не предоставляются. Предоставляются льготы только на коммунальные услуги, также в пределах нормативов. Но при этом на отопление льготы предоставляются на всю площадь квартиры, в которой они проживают. То есть у каждой категории есть свои особенности. Поэтому, если есть вопросы, конечно, нужно с этими вопросами обращаться в управление социальной защитой, потому что размер льготы, еще раз повторюсь, будет зависеть и от размера квартплаты, и от того, сколько человек потребляет ресурсов и других моментов. Вопросы есть, есть они у наших телезрителей. Уже сейчас к нам еще один телезритель дозвонился. Здравствуйте, представьтесь, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Лариса Михайловна. У меня такой вопрос. Говорят, что субсидии, субсидии все так хорошо помогают. Но на самом деле субсидии мизерные, совершенно. Ничего они почти не помогают. У меня пенсия 6 тысяч. Присчитали к этой пенсии еще и ЕДВ, от чего я отказалась. Очень маленькие, просто крошечные эти субсидии. Больше разговоров только про них. Что вот мы даем вам, помогаем. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. А кто действительно эти субсидии рассчитывает? Это какие-то утвержденные цифры? И можно ли их как-то претендовать на их увеличение или нет? На самом деле существуют целые формулы расчета субсидий. Субсидии, чтобы вы понимали, отличаются от льгот чем? Льгота предоставляется гражданину. Если он имеет льготу, ему предоставляется независимо от его дохода. Если он является, допустим, ветераном труда и вышел на пенсию, то есть независимо от того, какой он доход у него, работающий или не работающий, ему предоставляется полностью его льгота. А субсидии – это немножко другой вариант. То есть субсидии предоставляются семьям, если их доход не позволяют в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги. У нас семьи делятся на три, так скажем, категории. То есть это семья, состоящая из неработающих пенсионеров, далее семьи, которые состоят, допустим, из трудоспособных и детей, и семьи, которые состоят без детей, из одного, допустим, трудоспособного, одного нетрудоспособного. И даже вот от этого зависит их размер субсидии. Потому что вы сами понимаете, да, что субсидию мы оплачиваем в том случае, должны, когда люди работают трудоспособные, трудятся. Значит, существует формула, по которой люди предоставляют нам информацию, справку о доходах всех членов семьи, которые проживают совместно с ним в квартире. Значит, согласно этой справке определяется доход среднедушевой по данной семье. И вот в зависимости от какой это доход, допустим, если он составляет, допустим, до 10 600 рублей, вот для пенсионеров, одинокопроживающих, это означает, что они не более 5% от этих 10 тысяч могут платить за свою квартиру, за квартплату. Все остальное им субсидируется. Если, допустим, у них доход от 10 тысяч до 11 757 рублей, им уже 6% можно оплачивать за счет своих доходов, все остальное субсидируется и так далее. То есть по каждой категории семей и по каждому, так скажем, размеру доходов есть свои проценты, которые человек самостоятельно может оплачивать, все остальное ему субсидируется. Хорошо, давайте еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, представьтесь, какой у вас вопрос, мы слушаем вас тоже. Здравствуйте, вы нас слышите? Алло. Говорите. Можно говорить? Да. Здравствуйте, меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. На какой срок назначаются субсидии по доходу? Спасибо. Спасибо большое, давайте ответим на вопрос. Хорошо, субсидия по доходам назначается на срок полгода. То есть вы, когда приходите за субсидии, вы приносите справку о доходах за полгода назад, то есть за 6 месяцев предшествующих днем обращения, и вам назначается на следующие полгода. Когда полгода заканчивается, вы должны еще раз, если у вас доход не изменился в большую сторону, то есть вы можете снова обратиться в управление социальной защиты с правкой за прошедшие 6 месяцев, и тогда вам опять субсидии будут начислены сроком на полгода. Хорошо, вот для тех, кто только что из нашего разговора узнал, что может претендовать на эту льготу, какие документы нужно собирать, куда обращаться, куда идти? Обращаться в управление социальной защиты по месту своей регистрации, то есть обязательно человек должен быть зарегистрирован в городе Красноярске, то есть у него должна быть обязательно прописка постоянная или временная регистрация, он должен обязательно принести с собой паспорт, он должен принести с собой справку, как я уже сказала, о доходах всех членов семьи за 6 предшествующих месяцев, он должен принести также документ, который подтверждает, допустим, если он является собственником жилья, правовые основания владения данным жильем, и обязательно за предшествующий месяц он должен представить квитанции о том, что у него оплачены все жилищно-коммунальные расходы, то есть у него нет задолженности по ним. Вот это основные документы, которые он должен представить. Хорошо, а как часто люди должны приходить и подтверждать вот эту льготу? Вот раз в полгода, на полгода субсидий. Все категории граждан? Нет, льготы, льготы на самом деле, они назначаются, вот у нас многие льготы, они бессрочные, это такие, как ветеран труда и так далее, то есть где бессрочная льгота, больше он не должен приходить, а льгота ему предоставляется до той самой поры, пока он станет, допустим, задолжником, не дай бог, либо там не сменит место жительства вот в этих случаях. Если, например, категория срочная, то есть, например, инвалидность установлена до какого-то периода, тогда льгота эта предоставляется до данного периода, потом человек проходит переосвидетельствование, ему, допустим, если инвалидность продляют, то есть он приходит в управление судзащиты, ему далее продляют предоставление льготы по инвалидности. А вот по субсидиям, там, где нет категории, там, естественно, как бы каждые полгода, как я уже говорила. Вы вот вкратце сейчас сказали о должниках, я предлагаю о них поговорить подробнее, но уже после рекламы. Поэтому мы сейчас прервемся, а после продолжим. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Всегда на связи». Мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кто может претендовать на скидки, как рассчитываются субсидии и какие документы нужно принести, чтобы платить меньше. Все эти вопросы сегодня обсуждаем вместе с гостем. Рядом со мной заместитель руководителя Главного управления социальной защиты населения Красноярска Татьяна Ефимович. Напоминаю, что телефон прямого эфира 261-62-63. Звоните и задавайте свои вопросы. Татьяна Викторовна, давайте поговорим, по какой причине человека могут лишить это льготы. Такие же случаи тоже бывают. И насколько много их интересно? На самом деле могут лишить по причине задолженности, которая появляется у человека. Если задолженность, мы видим, за один месяц появилась, а далее за два, тогда мы приостанавливаем выплату льгот, предоставление и льгот, и субсидии. И человеку направляем уведомление о приостановлении. Человек должен за этот период прийти в управление, буквально в ближайшее время прийти в управление социальной защиты и либо представить, допустим, информацию о том, что у него какие-то непредвиденные обстоятельства сложились, был он в стационаре, смерть близкого родственника, такие объективные. То есть пойдете навстречу в этих случаях? Мы пойдем навстречу, конечно. Если он таких причин представить не может, то у него есть два выхода. Либо он оплачивает свою задолженность, и мы тогда после приостановления сразу продолжаем платить, то есть он не теряет ни одного месяца оплаты. Либо он может заключить рассрочку с той организацией, с которой у него задолженность, и представить нам соглашение о рассрочке платежей. В этом случае мы ему также начинаем предоставлять льготу дальше. Либо, если он этого не сделал, то по истечении этого месяца мы ему уже направляем уведомление о том, что у него прекращена выплата. И, соответственно, чтобы получить льготу в следующий раз, ему необходимо будет представить опять пакет документов, причем он потеряет тот период, который у него был пропущен, была приостановлена выплата. Поэтому, конечно, задолженности быть не должно. Процент, скажу, небольшой у нас задолжников, потому что... Это радует. Да, это радует. Хорошо, спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, какой у вас вопрос? Мы вас слушаем. Вот я вышла, я вопрос задала. У меня муж умер. Я капремонт врачу за троих. Зачем я... Не слышу, к сожалению, нашего телезрителя. Что-то со связью, видимо, случилось. Не дослушали вопрос. Поэтому попробуйте перезвонить еще раз. Мы пока тему продолжим. Вы как-то извещаете людей о том, что они могут претендовать на эту льготу? Или человек сам должен это откуда-то узнать, выяснить и к вам прийти? Обычно, когда человек получает какую-то категорию, он сразу приходит и в пенсионный фонд, и в управление социальной защитой. Вообще у нас информация о всех льготах, которые предоставляются у нас на территории города Красноярска, они размещены на сайтах управления социальной защитой, на сайтах главного управления социальной защитой города. Кроме того, у нас буклеты существуют, которые находятся не только у нас на территории наших учреждений, но мы их раздаем, мы проводим информационно-разъяснительные встречи с населением города. Если, например, человек, имея удостоверение по какой-то категории, обращается к нам в управление социальной защиты, ему оказывают консультацию по всем льготам, которые он имеет по данной категории, не только по ЖКХ, то есть все, что он имеет, мы сразу всю эту информацию ему выдаем. И в принципе, я хочу сказать, все, я уверена, 99% льготников, они пользуются льготами, потому что, вот я сказала, уже озвучила цифру, это 240 тысяч человек из всех категорий, которые являются льготными, они практически все у нас эту льготу получают. Хорошо, телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут и какой у вас вопрос? Вечер добрый, беспокоит Елена. Вечер добрый, беспокоит Елена. Мне бы хотелось узнать, по ряду обстоятельств я прописана по другому месту жительства, где жилья уже нет. Проживаю совершенно по другому адресу, где оплачиваю коммунальные услуги, ЖКХ и все, что мне предстоит оплачивать. Являюсь пенсионером и тираном труда. Льготу мне никакую не выплачивают. Что нужно для того, чтобы решить данный вопрос? Спасибо большое за вопрос. Я, насколько понимаю, проблема в прописке здесь. Да, нужно прописать, либо получить постоянную, либо временную хотя бы регистрацию по тому месту жительства, по которому человек проживает. Тогда он будет получать льготу конкретно по данному объекту. О каких строчках вообще мы сейчас ведем речь? Это льготы на отопление, на воду, на капремонт. Есть ли льготы? Да, на капремонт. На капремонт он входит в состав жилищной услуги. То есть вообще наша квартплата, если вы замечали в квитанциях, делится на две части. Жилищные услуги и коммунальные услуги. Жилищные услуги – это содержание конкретного помещения, а коммунальные – это потребление ресурсов, тепла, света и так далее. Капитальный ремонт, он входит в состав жилищной услуги. Поэтому на него также предоставляется льгота. Также 50%, ну, по основным категориям 50% на норму жилья. Также 22-33 квадратных метра. Когда человек достигает возраста 80 лет, является одиноким, одиноко проживающим, неработающим, либо проживающим в семье, где все являются неработающими, так скажем, нетрудоспособного возраста, у него льгота уже предоставляется по капитальному ремонту 100%, но опять же, повторюсь, на норму жилья. Хорошо, все ясно. Еще один телефонный звонок мы готовы принять. Здравствуйте, представьтесь, слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Спасибо, добрый вечер. Меня зовут Динаида. Вы слышите меня? Да, говорите, пожалуйста. Моя семья относится к малоимущим. К малоимущим. Мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Да, и я бы хотела задать такой вопрос. За какой период необходимо предоставить доход членов семьи, чтобы получить субсидию на ЖКХ? Спасибо большое вам за ваш вопрос. Давайте на него ответим. За 6 месяцев предшествующих дню обращения. Вот если семья является малоимущей, то есть не льготники они, а хотят по доходу получить субсидии, за 6 месяцев предшествующих дню обращения. Хорошо, спасибо большое. Я для наших телезрителей немножко поясню. Отходите, пожалуйста, от телевизоров, когда мы с вами общаемся, иначе мы будем с вами друг друга плохо слышать. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Ольга. Вот моей маме 80 лет, и проживает она одна. Может ли она пользоваться льготами на взнос за капитальный ремонт? Спасибо большое за вопрос. Да, одиноко проживающие, неработающие пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, имеют право на льготу в размере 100%, на норму жилья. Если является одиноко проживающим, соответственно, на 33 квадратных метра жилья. А как вот эти льготы людям выдаются на руки, либо они передаются в управляющие компании? Вот какая система здесь, вот этого расчета? На самом деле, когда люди обращаются, что за субсидиями, что за льготами, они должны определить способ получения. Они могут получить через почтовое отделение, могут получить через банковские счета в любом банке города. Поэтому они нам пишут в заявлениях, что на такой-то счет перечислить такой-то банк или на такое-то почтовое отделение. Мы перечисляем льготы после уже того, как человек оплатил. То есть он оплачивает ЖКУ в полном размере. Он оплачивает то, что ему пришло в квиточке, в полном размере. То есть сначала человек оплачивает, а мы ему субсидируем ту часть, которая ему положена. А в течение какого срока вот этот субсидий? На следующий месяц. Ну, то есть, в принципе, в следующий месяц уже он получает. Хорошо, к нам присоединяется еще один телезритель. Здравствуйте, представьтесь, мы готовы выслушать ваш вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Муж умер полгода назад, я плачу капремонт. Как, что, продолжается, что свека нет, а я плачу за него капремонт? Вы живете одна? С сыном живу. С сыном живете. Спасибо большое. Как-то отдельно льготы на капремонт предоставляются или нет? Вообще, я так понимаю, что начисляются, продолжается капремонт на человека, который уже умер. Поэтому, скорее всего, что женщине нужно обратиться в организацию, которая производит им начисление капитального ремонта, свидетельством о смерти, чтобы им начисляли капитальный ремонт уже на двух. То есть те, которые проживают. Хорошо, спасибо большое. Еще один телефонный звонок мы готовы принять. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Очень приятно. Я в октябре, по-моему, оформляла льготу. И мне пришло уведомление официальное, письмо соцзащиты с указанной суммой. Но дело в том, что я эту сумму ни разу не получила. Мне рублей на 200, на 200 с копейками всегда платят меньше. С той указанной суммы. Это как? Хорошо, спасибо вам за вопрос. Как-то надо разобраться, наверное, в этой ситуации. Да, здесь может в какой мере быть меньше или больше. Потому что мы же знаем, что нам за ЖКУ выставляют каждый раз разные суммы. То есть мы потребляем воду, тепло и другие ресурсы. Иногда больше, иногда меньше. Поэтому в зависимости и от того, сколько человек потребил, мы оплачиваем конкретно от потребления. Либо, если наоборот, человек потребил больше нормативов, которые у нас установлены потреблением, мы все равно ему льготу оплачиваем только в пределах нормативов. Но обычно у нас люди больше нормативов не потребляют. Но бывает о том, что в какой-то месяц меньше, он потребил в какой-то большее, мы от этого 50% платим льготу. Поэтому она не статична, эта цифра. То есть она меняется из месяца в месяц. В зависимости от квитанции. Нужно вот так смотреть. О каких цифрах вообще идет речь, если не в процентах, а именно о рублях поговорить? Сколько эта скидка составляет для людей? Вообще в среднем мы смотрели льгота. Она 800-1500, где-то в этих пределах. Основная часть людей получает примерно вот такую льготу по плате ЖКХ. По субсидиям бывают, конечно, разные. Тут уже в зависимости от доходов. Но я хочу сказать, что по году мы тратим больше 2 миллиардов в год рублей, для того, чтобы оплатить льготникам их льготу. А по субсидиям тоже 300 миллионов рублей в год у нас уходит на оплату субсидий. А как человеку понять, правильно ли ему рассчитали вот эту субсидию или льготу? Можно где-то это посмотреть самому? Самому, наверное, будет немного тяжело. Особенно касается, если это субсидии. Могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Кроме того, у нас есть телефоны горячих линий в управлениях социальной защиты, которые можно найти на сайте либо этих управлений, либо главного управления. И по этим телефонам можно позвонить, и там уже человеку конкретно расскажут, какая сумма за что была ему начислена, перечислена. Хорошо, спасибо вам большое, Татьяна Викторовна, что пришли в нашу студию. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была заместитель руководителя главного управления социальной защиты населения города Красноярска Татьяна Ефимович. И говорили мы о льготах на услуги ЖКХ. На этом все. В студии для вас работала Ольга Хохлова. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова